Виктор Никонорович Ваганов Но никто так и не успел осуществить своих планов. В половину 12 дня в Удмуртии объявили тревогу. Сразу после школы Виктора Никоноровича отправили в Третье Ленинградское пехотное училище в городе Воткинск. Спустя год в 1944-м младший лейтенант Виктор Ваганов уже был на фронте. Как рассказывает ветеран, этот период был для красноармейцев особо сложным. Я был направлен в 167-я дважды краснознаменная Сумско-Киевская дивизия. В период Великой Отечественной войны эта дивизия освобождала, форсировала Днепр, получила 24 героя Советского Союза и в том числе освобождала Киев. За время войны Виктор Никонорович побывал в разных городах и странах, но больше всего в памяти отложился последний бой в Праге. Немцы нанесли по взводу авиаудар. Большинство бойцов Красной Армии сразу пали на месте. Увидев эту картину, Виктор Никонорович взял волю в кулак и ринулся в бой. Со мной рядом тоже шёл лейтенант-пулемётчик пулемётного взвода. Видя нерасторопность командира расчёта пулемёта, я был мягким, сам за пулемёт и выпустил целую пулемётную очередь, 250 патронов. Сразу флаг белый. Наутро объявили – война окончена, стрельба, крики, ура, салюты. Весь народ вышел праздновать долгожданную победу. После Виктор Никонорович был направлен на Западную Украину, где прослужил до 1947 года. Затем получил направление в 128-ю гвардейскую дивизию, а уже в 51-м продолжил службу в нашем городе. В копилке ветерана больше 20 медалей. Одна из самых почётных – за победу над Германией. А ещё два ордена – Красные звезды, орден Отечественной войны второй степени, чехословацкая медаль за храбрость.